Добрый день, дорогие зрители православного портала Экзегет! Сегодня мы с вами побеседуем о жизни и творчестве выдающегося необыкновенно талантливого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. Поводом для этой беседы служит для нас, конечно, выход очередной экранизации самого знаменитого романа писателя «Мастера Маргарита», оставив в стороне уже какие-то кинематографические достоинства, либо же недостатки этого фильма. Мы используем это событие как скорее просто повод для того, чтобы побеседовать о личности и творчестве самого Михаила Афанасьевича Булгакова. Ну и, естественно, в нашей беседе нас будет интересовать не столько какой-то там литературоведческий, может быть, аспект, сколько, безусловно, отношений Михаила Афанасьевича к христианству и его личное отношение и то, в каком отношении к христианству находится его творчество. Это тем более важно, что самый главный, закатный роман Михаила Афанасьевича «Мастера Маргарита» — это не просто литературное произведение, это произведение в значительной степени религиозно-философское. В нем Михаил Афанасьевич излагает, ну, в каком-то смысле, собственный символ веры. Это его кредо, это его завещание как мыслителя, в том числе мыслителя религиозного. Это на самом деле для него нечто большее, чем просто возможность войти в литературу на правах ее классика, общепризнанного мастера, мэтра. Это еще и попытка вырваться в какое-то такое вот посмертное существование, подобно тому, как это происходит с главным, ну, если он на самом деле действительно главный, что, в общем-то, вызывает определенные вопросы героям романа, собственным мастером и его возлюбленной Маргаритой. Почему это вызывает определенные вопросы? Потому что сам Булгаков в ранних версиях романа называет его не иначе, как романом о дьяволе. Главным действующим персонажем, то есть лицом, персоной, существом, как угодно, которому посвящено это произведение, является вот ни больше, ни меньше, как сам князь тьмы, князь века сего, вот какую-то совершенно новую, на его взгляд, трактовку, которого Михаил Афанасьевич предлагает в своем произведении. Ну, и, безусловно, это отражается и в последующих многочисленных каких-то попытках интерпретировать так или иначе произведения Михаила Афанасьевича, в том числе и кинематографических. И, обращаясь к роману «Мастера Маргарита» или к его каким-то экранизациям, в первую очередь, конечно, необходимо помнить о том, что это роман о дьяволе по первоначальному авторскому замыслу. И это, на самом деле, очень важно для понимания вообще подлинной, настоящей, той глубинной сути произведения, которая является до некоторой степени скрыта под той блистающей литературной, стилистической мишурой, всеми этими необычайно такими привлекательными красивостями и языка, и слога. Безусловно, Михаил Афанасьевич – один из самых блестящих стилистов в истории русской литературы. Человек с невероятно живым, образным, ни на кого не похожим, моментально узнаваемым языком, что, безусловно, конечно, выдвигает его в первый ряд в этом пантеоне русских литераторов XX века, по меньшей мере. И вот за всей этой красотой, за всеми этими юмористическими описаниями Москвы, за всеми этими уморительными, порой забавными, порой весьма романтическими похождениями героев романа, на самом деле, конечно, скрывается его такая философско-религиозная суть, которая остается чаще всего непрочитанной, невоспринятой, по крайней мере, на уровне вот такого первоначального восприятия большинством читателей романа. Тем не менее, надо сказать, что вот эта главная идея романа, она как некое такое семя, что ли, поселяется в человеческом сознании, прорастает, дает свои всходы. И на самом деле всходы эти зачастую носят такой очень разрушительный характер, поскольку и сама философия, само умозрение, религиозное умозрение Михаила Афанасьевича, оно, конечно, несло на себе определенный отпечаток демонизма. Ну, современное литературоведение склонно в первую очередь рассматривать Михаила Афанасьевича как сатирика, как последователя Салтыкова-Щедрина, Гоголя, как человека, который безжалостно бичует в своих произведениях недостатки и нравственное уродство современного ему советского общества. В этом отношении Михаила Афанасьевича даже как бы вот так возносит на некий такой пьедестал человека, окруженного ореолом борьбы с режимом, с тоталитаризмом и так далее. Благодаря чему он, конечно, является одним из безусловных кумиров, ну, скажем, людей и авторов с таким, что называется, каким-то либеральным взглядом на жизнь. Однако, на самом деле, и здесь более внимательное знакомство с личностью и трудами Михаила Афанасьевича на самом деле способно вызвать некоторые разочарования и выглядит все далеко не так просто, на самом деле, как это может показаться на первый взгляд. Булгаков во многом так до сих пор остается не вполне понятым не только своим современникам, для которых он был писателем в большинстве своим классово чуждым, но и, как это ни странно, неприадоксально звучит, и современными читателями, почитателями его творчества. Итак, каково же было отношение Михаила Афанасьевича Булгакова к христианству и каким именно образом оно выразилось в его произведениях? Дело в том, что сразу можно оговориться и сказать, что по своим убеждениям религиозным, философским Михаил Афанасьевич исповедовал религиозный дуализм. И это делает его таким пророком и провозвестником того, что можно назвать неогностицизмом или новым манихейством. Михаил Афанасьевич придерживался того взгляда, что в этом мире одинаковую роль и одинаковое значение имеют как светлое, так и темное начало, как добро, так и зло, как бог, так и дьявол. Это, собственно, и составляло основную философско-религиозную идею его произведений и вообще всего его умозрения, его мировоззрения, его отношения к религиозным вопросам. Собственно, эта идея выражена уже в эпиграфе к роману «Мастера Маргарита», где приводятся цитаты из, наверное, одного из самых любимых и программных для Михаила Афанасьевича произведений «Фауста Гёте», где Мефистофель говорит Фаусту, что он часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Вот эта постоянная связь добра и зла в этом мире, постоянное взаимодействие их с точки зрения Михаила Афанасьевича Булгакова и создают, собственно, жизнь, создают ее многообразие, создают возможность творчества. Творчество Михаила Афанасьевича воспринимает именно как вот такую игру и взаимодействие двух этих сил, двух этих начал. Начало божественного, начало демонического, начало светлого и начало темного. Эта мысль очень ярко и откровенно изложена Михаилом Афанасьевичем устами Мессира Воланда, как он, в общем, использует этот эфемизм для того, чтобы не употреблять постоянно имени сатаны в своем произведении, где в своей такой прощальной беседе с Левием Матфеем, беседе, в которой решается участь мастера, на по всей вероятности площадке нынешней библиотеки Ленина, Мессир Волант произносит эти свои необычайно важные для понимания романа и всего мировоззрения Булгакова слова, явившимся ему Левию Матфею, предлагая ему подумать о том, как будет мир, в котором не будет существовать тени, поскольку все живое отбрасывает тень. И поэтому для того, чтобы наслаждаться чистым светом, необходимо полностью уничтожить все живое. Таков взгляд дьявола в романе «Мастер Маргарита», таков, безусловно, и взгляд самого Михаила Афанасьевича Булгакова. Итак, центральный вопрос, религиозно-философский вопрос романа «Мастер Маргарита» — это вопрос так называемой теодицеи, вопрос оправдания Бога, вопрос о том, почему и на каких правах в этом мире существует зло. На самом деле христианским православным богословием этот вопрос решен уже достаточно давно и, надо сказать, с необыкновенным изяществом изложен в первую очередь в богословских трудах священномученика Дионисия Арипагита, великого святого православной церкви, хотя авторство его корпуса «Арипагитикум», его сочинений в настоящий момент зачастую оспаривается и считается, что принадлежит оно не самому Дионисию Арипагиту, который жил в первом веке и был учеником святого апостола Павла. Упоминается в этом качестве в книге «Деяния святых апостолов», но, тем не менее, все-таки мы будем придерживаться в этом отношении взгляда церковных богословов, в том числе святого Максима Исповедника, составившего с холи или комментарии к труду Дионисия Арипагита. И вот в книге священномученика Дионисия Арипагита «О божественных именах» в четвертой главе этой книги собственно и предлагается решение вот этой задачи этого богословского опроса Теодицея о том, как благой Бог мог допустить существование в этом мире зла. Дионисия Арипагит предлагает собственное замечательное совершенно рассуждение, рассуждая, говоря о том, что Бог — это благо, это исключительное и полное благо. Он делает вывод о том, что на самом деле зло в этом мире не имеет какой-то подлинной, настоящей, действительной сущности. Собственно, зла как сущности в этом мире нет, его не существует. Зло — это всего лишь более или менее глубокое уменьшение в этом мире оскудение, в этом мире добра, его искажение, точно так же, как и не существует абсолютной тьмы. Тьма — это всего лишь более или большее или меньшее оскудение света. Не бывает абсолютной тьмы, говорит Дионисия Арипагит, не бывает абсолютного зла. Даже в демонах присутствует благо, но оно присутствует в них в искаженном виде. То есть то, к чему они стремятся, на самом деле для них является благом. И в этом отношении в них сохраняется какая-то частица добра и частица света просто в таком искаженном и извращенном ими виде. Поскольку если предположить, что в этом мире существует зло как сущность, то надо предположить, что либо это зло сотворено Богом, но тогда Бог не может являться благим, либо оно существует в этом мире независимо от Бога. И тогда возникает всего два варианта решения этого вопроса. Либо зло было создано кем-то другим, и тогда Бог не является Богом. Либо же Бог не является всемогущим. И тогда он просто сходит на ступень некого обычного демиурга, понятия характерного для античной философии, античной религиозной мысли. И тогда должен существовать кто-то, кто находится выше, чем Бог. И Бог демиург и его злобная противоположность, и это и есть тот самый Бог, в которого мы в таком случае верим. Вот благодаря своему философскому искусству и в то же время такой чистоте своей души, Дианисий Репагид, он возводит православное богословие на ту высоту, которая, по всей вероятности, была совершенно неизвестна Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Несмотря на то, что родной отец Михаила Афанасьевича являлся богословом, преподавателем Киевской духовной академии, оба его деда являлись протеереями, потомственными из Орловской губернии, надо сказать, что, конечно, богословское образование Михаила Афанасьевича оставляло желать лучшего. Его оценка отлична по закону Божию, которая фактически в то время являлась гарантом благонадежности и возможностью для поступления в высшее учебное заведение, абсолютно не означало, собственно, какой-то внутренней религиозности самого Михаила Афанасьевича и уж никоим образом не свидетельствовало о его каком-то глубоком знакомстве с православным богословием. Православие Михаилу Афанасьевичу всю жизнь казалось чуждым, скучным, ненужным, и поэтому он не испытывал какого-то глубокого желания изучать церковное наследие, богословское наследие, изучать святых отцов. И таким образом богословие Дионисия Репагита прошло совершенно мимо него. Он его не знал. И, не зная учения Дионисия Репагита о сущности зла и сущности добра и в их отношении к Богу, он развивает совершенно новую, как ему кажется, концепцию, которая на самом деле древна, нельзя сказать, как мир, но, по крайней мере, подобный взгляд на мир, на его бытие, его существование, на два начала, темное и светлое, могут быть отнесены, ну, по меньшей мере, еще к учению Зараастра, Заратуштре, который уже представляет мир как борьбу и постоянное единство двух вот этих начал света и тьмы, добра и зла, и впоследствии вот этот вот дуализм, вот этот взгляд на мир, который рассматривает его как взаимодействие двух противоположностей, характерен и для античной мысли, и для восточной мысли, и находит свое выражение в многочисленных последующих религиозных учениях. Он содержится и в более позднем развитии Зараастризма, религии, метроизма и характерен для многих так называемых гностических учений. Он содержится в учении манихеев, которые рассматривают мир вот таким образом. Есть два начала, светлое и темное. И надо сказать, что вот этот взгляд был необычайно популярен, распространен, и борьба с ним, религиозная и идейная, шла все буквально первые века христианства. Манес, основатель манихейства, живший в V веке и бывший уроженцем Персии, он воспринял с одной стороны и господствовавший тогда на его родине Зараастризм, добавил к нему элементы христианского учения и создал такую совершенно особую, известную под его именем секту, которая долгое время соперничала с христианством за умы людей, в том числе и в пустыне. Многие аскеты, многие подвижники, которые вслед за христианскими монахами поселились в пустынях, исповедовали как раз-таки вот именно манихейство. В своем стремлении избегать тьмы, стремиться к свету, как они это себе представляли, манихеи, например, даже придерживали строгой, ну, своего рода, такой аскетической диеты. Им было запрещено употреблять в пищу, например, ну, вот как в известной нашей русской сказке про вершки и корешки. Вот как раз-таки корешки манихеи в пищу не употребляли, никакие клубни, ничто, что, так сказать, растет под землей, в пищу они не употребляли, потому что считали это порождением и вместилищем тьмы. Наоборот, в пищу можно было употреблять только те плоды, которые наполнялись светом, наполнялись солнцем, то есть росли где-то на деревьях. Надо сказать, что при этом сами манихеи, манихейские аскеты, они эти плоды не собирали, должны были им принести другие, менее совершенные члены их групп, их сект. В общем, как-то так трудиться им, религия не позволяла и вступать в какие-то взаимоотношения с погрязшим во тьме миром, поэтому, собственно, они и бежали в пустыню, где старались жить исключительно вот в этом свете, избегая всяческой тьмы. Несмотря на все эти весьма странные, своеобразные ограничения, манихейство было необыкновенным таким распространенным и популярным учением и на Востоке, и на Западе, и дало вообще свои всходы и свои ростки спустя и многие столетия. Вот сама вот эта концепция дуализма, концепция того, что добро и зло в этом мире — это два такие изначально существующие сущности, и жизнь складывается из их взаимодействия, единства и борьбы этих двух противоположностей, она оказалась почему-то необыкновенно востребована, живуча, и из века в век мы видим, как она вновь и вновь пытается захватить человеческие умы. Само манихейство просуществовало по некоторым данным вплоть до XVI века, правда, уже не на территории, населенной христианами, а в Китае, где последние манихеи вплоть до XVI века существовали под видом даосских общин. В Китае, опять же, идеи манихейства получили тоже определенное распространение и вызвали особенный какой-то интерес как раз-таки в средние века. Но и в христианской церкви постоянно возникают новые и новые ереси, так или иначе связанные с гностицизмом, с манихейством. Это и павликиане и богомилы в Болгарии, которые сотрясают православную церковь в IX-XI веках. Это катары и альбигойцы, захватившие юг Франции в XIII веке, что, собственно говоря, и вызвало крестовые походы уже на Прованс и Лангедок в XIII столетии, а также и вызвало к жизни печально знаменитую инквизицию, сутью которой на самом деле в ее первоначальной идее было как раз таки не осуждение невинных, а попытка отделить тех, кто действительно принадлежал к ереси манихейства, ереси катаров и альбигойцев от тех, кто являлся добропорядочными христианами, поскольку в истории этих крестовых походов, как мы знаем, были такие эпизоды, когда крестоносцы штурмуя эти южно-французские города, вдохновлялись призывом своих приватов, своих духовных вождей, убеждавших их убивать всех, Господь разберет своих. Вот таким был девиз крестового похода на юг Франции, который оставил эту некогда цветущую страну в развалинах и опустошении. И, собственно говоря, инквизиция, ну, это уж такая историческая ремарка, изначально была введена для того, чтобы не уничтожать поголовно всех, а все-таки как-то отделить еретиков от христиан. И надо сказать, что, опять же, катары и альбегойцы отнюдь не были какими-то такими невинными овечками в этом противостоянии с христианами. И, во многом, конечно, сами спровоцировали этот крестовый поход тем, что открыто глумились над крестами и иконами священными для христиан изображениями, над цветами, дарами, избивали и подвергали поношениям христианских священников. И, в общем, дольше уже закрывать на это глаза было просто невозможно. И, так сказать, тот взгляд на инквизицию как-то нечто такое абсолютно кровавое и отвратительное в истории христианской церкви. Это, скорее, уже все-таки то, во что инквизиция превратилась намного позднее под влиянием коррупции, которая проникла в ряды тех, кто ее совершал. А первоначально, как это очень часто бывает, ее появление было вызвано какими-то благими, даже человеколюбивыми, как это ни странно, может прозвучать соображениями. Но, собственно, это не имеет отношения к творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова, вернее, имеет постольку, поскольку сам Михаил Афанасьевич безусловно изучал историю этих крестовых походов против альбегойцев и катаров, изучал их учения, по всей вероятности нашел нечто весьма близкое для себя в нем и в общем-то определенные такие отсылки к рыцарям Прованса, рыцарям Лангедока в романе «Мастер и Маргариты» имеются, не случайно там присутствует и неудачно пошутивший о природе света и тьмы рыцарь, скорее всего, как раз-таки рыцарь альбегойц. Большей части романа, предстающей в образе Вруна и регента Коровьева и юного Пажа, также фигурирующего под личиной кота-бегемота и развлекающего своего мессира всевозможными шутками и выходками. Итак, Михаил Афанасьевич создает свою не вполне новую, но отвечающую его личному мировоззрению вот такую религиозную философскую систему, которая фактически является очередной попыткой возрождения гностицизма, возрождения манихейства в мировоззрении наших с вами современников. На самом деле именно это же мировоззрение лежит и в основе современного сатанизма. В каком-то смысле, наверное, не случайным совпадением является то, что в один и тот же год, в 1966 году свет увидели две казалось бы совершенно разные в разное время написанные книги. В 1966 году впервые в журнале «Москва» был опубликован, пускай и сокращенный, но все же увидевший свет текст романа «Мастер и Маргарита», который собственно сама Маргарита Елена Сергеевна Шиловская, третья жена писателя, его наследница, сумела опубликовать, выполнив предсмертное завещание своего мужа, который, умирая, указывал на рукопись своего романа и уже плохо повинующимся ему языком просил все-таки опубликовать этот роман «Пусть знают, пусть знают», говорил он «Что знают?» На самом деле за этой просьбой стояло не просто желание когда-то все-таки издать бессмертные литературные произведения. Повторимся, для самого Михаила Фанасьевича этот роман значил намного больше. Это было его и религиозное завещание, и его попытка прорывов посмертных существований. Вот в 1966 году этот роман впервые, ну, по крайней мере, первая его часть увидел свет. В том же году до сей поры никому неизвестный полицейский фотограф и бывший циркач из города Сан-Франциско по имени Энтони Шандер Лавей объявляет объявляет о создании церкви Сатаны и издает книгу, известную как Сатанинская Библия. На самом деле и там, и там, как мы можем убедиться, присутствует с одной стороны и восхваление Сатаны как князя мира сего, и в романе Михаила Фанасьевича Булгакова и в труде, с позволения сказать, Антони Лавея. И там, и там содержится на самом деле одна и та же мировоззренческая модель неогностицизма или неоманихейства. Признание того, что в этом мире существуют два начала. Начало божественное, начало демоническое, начало света и начало темное. При этом начало светлое выглядит с точки зрения Лавея и на самом деле собственно говоря и Михаила Фанасьевича как начало такое достаточно пассивное, не вмешивающееся в дела в этого мира. Ими как раз таки руководит и управляет, являясь своего рода таким приказчиком, исполнителем воли Бога, воли божественного правосудия, князь века сего, дьявол. князь этого мира. Он-то является деятельным началом, тем началом, которое вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Вот в этом и заключается основной такой религиозно-философский компонент в своем роде стержень произведения и мастера Маргарита, и на самом деле сатанинской Библии Шандра Лавея. И, наверное, не случайно, что оба эти произведения увидели свет в одном и том же и таком довольно примечательном году, в 1966 году, в котором присутствует нумерологическое соединение вот этих трех шестерок. собственно, для нас, как для христиан, это, может быть, и не является чем-то важным, но для любителей всевозможных знаков, совпадений, нумерологии, к которому относятся всевозможные мистики, это, конечно, наверное совпадение не случайное. Итак, произведение Михаила Фанасьевича Булгакова является не просто литературным произведением, оно несет в себе вот это очень важное, не просто философское, скорее даже религиозное послание. Именно так и необходимо его воспринимать. И на самом деле вот эта идея о том, что два эти начала обладают в каком-то смысле равным достоинством, оно необычайно разрушительно для психики, в особенности психики юношеской и детской, под прикрытием, под оболочкой таких интересных и захватывающих приключений под оболочкой вот этой действительно искрящейся юмором и сатирой литературы содержится сильно действующий мировоззренческий яд. И на самом деле просто преступлением является то, что этот роман, который на самом по уровню заложенного в нем религиозного и философского осмысления мира, абсолютно недоступен не то, что большей части учащихся, но и, смею предположить, учителей, которые склонны воспринимать это произведение в тех прокрустовых рамках, в которые его загнала наше еще советское, да и современное российское литературоведение, в общем, на самом деле это, конечно, является безусловным преступлением. Не призываю ни в коем случае сбросить Булгакова с парохода современности и отказаться от изучения его, его творчества, забыть об этом авторе. Это уж, в общем, дело каждого человека, который сам для себя определится в своем отношении к Михаилу Фанасьевичу. Конечно, писатель классик такого масштаба едва ли может быть вычеркнутый из истории русской литературы, но, безусловно, в литературе школьной, в курсе средней школы следует изучать какое-то другое произведение Михаила Фанасьевича, ну, например, «Собачье сердце», которое, в общем-то, вполне отражает и присущее Михаилу Фанасьевичу сатирическое начало, и в то же время несет и достаточно глубокий, весьма поучительный смысл, предостерегающий человека от столь опасных в наше время экспериментов над человеческой природой, на самом деле, тоже произведение в определенном смысле пророческое, очень важное для нашего времени. Поэтому всех тех, кто собирается ознакомиться с фильмом очередной экранизацией «Мастера Маргариты» и собирается как-то определиться в своем отношении к творчеству Михаила Фанасьевича и в особенности к его последнему закатному роману «Завещание», мы призываем и предлагаем в общем-то отнестись к этому не просто как к развлечению, но с пониманием того мировоззренческого начала, которое в это произведение заложено. Ну, а о том, как, собственно, Михаил Фанасьевич пришел к такому взгляду на мир, к таким убеждениям, к такой религиозной концепции мы с вами поговорим в наших следующих беседах, с которыми может ознакомиться каждый, у кого есть интерес к этой теме на православном канале «Экзегет». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. тридцать наTT поджур временей Продолжение следует...